С наступлением весны, под воздействием солнечных лучей, лед быстро подтаивает. Еще более разрушительные действия на него оказывают усиливающиеся весной течения воды в реках, которая подтачивает его снизу. С каждым днем он становится все более пористым, рыхлым и слабым. И это значит, что передвижения по такому льду связаны с опасностью. Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, они играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Долг каждого педагога – сделать все возможное, чтобы предостеречь детей от происшествий на воде. В студиях Дома детского творчества были проведены беседы, в ходе которых педагоги рассказывали воспитанникам, как нужно вести себя во время паводка. Ребята задавали много вопросов, разбирали ситуации, рассказывали о коварности весеннего льда, о том, что лучше держаться подальше от рек и водоемов, и уж тем более не устраивать там игр. Наступила у нас весна, на улице сильно греет солнышко, да? Вам хочется больше проводить времени на улице, на свежем воздухе, но на улице нас подсерегает очень много всяких различных опасностей, да? Давайте мы сегодня с вами поговорим, как же нам избежать льды. Ну, например, у нас снег тает, и уровень воды в реках, озерах резко подымается, да? Подымается. Поэтому начинают плыть льдины различные, ни в коем случае нельзя переходить реку, переправляясь, прыгая льдину с льдины на льдину, да? То есть переплывать. Лед может сломаться. Конечно, мы можем упасть, намочиться, а надо простыть. Ребята, скажите, а кто знает, может быть, у вас есть в ваших телефонах номера, которые, если вдруг с вами что-то случилось, можно позвонить. Например, служба спасения. Какой номер телефона? Кто знает? Кто-нибудь из вас знает? Не знаете, да? Служба спасения – это номер, можете себе телефон записать, это 109. Если у вас вдруг что-то случилось, вы со своего телефона можете позвонить, да, на номер 109. Еще есть служба, которая называется служба спасения, да? Экстренный случай, экстренный вызов. Там номер какой? Молодец, умничка. Поэтому вы вот эти номера, два номера, должны обязательно запомнить. И, например, своим друзьям, да, которые вы в дворе играете с ребятами, тоже нужно им сказать, чтобы они себе в мобильные телефоны занесли эти номера вдруг. Но если вдруг вы попали, например, все-таки вот в озеро, в воду, да, что нужно сделать, как вы думаете? Может быть, кто-то из вас знает? Нет? Смотрите, если вы вдруг попали в воду, вам необходимо сразу же снять с себя тяжелые вещи. Курточку снять, обувь, он там под водой, вы должны обувь снять. Дальше широко расставляем руки на край льда. Расставили руки и начинаете поднимать животик, чтобы у вас вот лед, и вы начинаете потихонечку, как бы опираясь на край льда, и начинаете подниматься, да, вытаскивать. Когда вы уже почувствовали, что вы хорошо уперлись в лед, животиками и ручками, вы потихоньку начинаете поднимать ножки одну за одной, да? Да, вы ножки одну подняли ножку, потом вторую, да, и потихонечку начинаете выбираться. Когда вы уже выбрались на лед, ни в коем случае нельзя вставать и бежать, да? Нужно ползком подползти или перекатываться, и обязательно в ту сторону, с какой стороны вы пришли. Давайте еще сейчас вспомним, какой у нас весна наступает. Да. Речки начинают что? Тает лед. Тает лед, да? И кажется, что еще как будто лед стоит, я пробегу или пройду. Вот даже озеро, не буду говорить про речку далеко, я думаю, что вы туда не ходите сами, да? Но по озеру тоже ходить нельзя, потому что лед начинает таять, нужно осторожнее. Лед тонкий. Конечно, можно что сделать? Провалиться, правильно? Если рядом никого не окажется, что нужно делать, кто знает. Надо звать на помощь. Давайте я прочту, чтобы вы уже еще раз запомнили. Значит, не паниковать, сбросить тяжелые вещи, если есть такая возможность, что-то куртку хотя бы, да, быстро. Конечно, вы уже в воде тут не расстегнете, что-то, но если есть возможность, что-то. Дальше удерживайтесь на плаву и зовите на помощь. Нужно опереться о край ледины, да, всем телом. Старайтесь, чтобы не обломать и попробовать выпрыгнуть на край. Понятно? Поэтому всем телом опереться и сначала вытащить одну ногу на лед, чуть-чуть тело протолкнуть вперед, затем вторую, и дальше ползком потихоньку от опасного места отползти. Все понятно? Внимание! Не выходите на лед во время весеннего паводка. Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих леденах. Не прыгайте с одной ледины на другую. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах. Они могут обвалиться. В случае опасности громко зовите на помощь. Не играйте рядом с водоемами. Не подходите к ямам, канонизационным лукам и колодцам. Будьте внимательны! Субтитры подогнал «Симон»!